Совет Безопасности ООН, экстренное заседание которого закончилось чуть больше часа назад, единогласно осудил запуск ракеты Северной Кореи. Резолюция с ответными мерами будет принята в ближайшие дни. И в ООН обещают, меры эти будут жесткими. Как заявили российские дипломаты, такие действия Пхеньяна ведут к эскалации напряженности в регионе. Такие запуски Совбез ООН Пхеньяну запрещает, но северные корейцы запрет уже не в первый раз нарушают. Ракета была запущена с космодрома Сохэ на западе страны. Спутник называется Кван Мён Сон 4 или Сияющая Звезда. По северокорейскому телевидению показали видео запуска и фото лидера страны Ким Чен Ын в окружении улыбающихся генералов, вероятно на пункте управления полетами. По данным американской разведки, это могла быть баллистическая ракета, которую запустили в южном направлении, над Желтым морем, в сторону Японии. А в результате телевидение Северной Кореи объявило об успешном запуске спутника. Одна из отделяемых частей ракеты упала на территорию Южной Кореи. Там эксперты уже все проанализировали и заявили, что сама ракета несла спутник массой не более 200 килограммов. При том, что обычно спутники весят от 800 килограммов до полутора тонн. То есть, не исключают специалисты, этот спутник бесполезен. Он может быть лишь прикрытием для баллистических запусков. Судя по характеристикам ракеты-носителя, как утверждают военные аналитики, радиус поражения цели у этой ракеты достаточно большой. Япония, страны Ближнего Востока, Аляска и часть территории России. В мире рассматривают этот запуск как испытание пхеньянам технологии ракет, пригодных для оснащения ядерными боеголовками. Продолжение следует...